всем привет в этом видео вы увидите как сделать необычную люстру своими руками из обычных пластиковых бутылок нам понадобятся вот такие вот бутылки любого объема главное чтобы была вот такая вот гладкая часть именно она нам и нужно вырезаем ее из этой части мы будем делать имитацию перламутра если у вас нет линейки с круглыми отверстиями можно взять обычные какие-нибудь крышечки двух размеров одну чуть побольше а одну чуть поменьше берем фломастер и по всему периметру кусочка пластика обводим крышки и получаем вот такие вот кружочки чем больше кружочков тем лучше получится изделие вырезаем эти кружочки диаметр здесь не особо важен вот где-то вот такого размера и теперь их нужно покрасить я буду использовать обычный лак для ногтей перламутровый можно взять акриловую краску можно взять краску в аэрозольном баллончике красивее всего такой плафон такая люстра смотрится в перламутровом блестящем цвете чем плотнее лак тем лучше но можно и полупрозрачный взять главное чтобы он блестел у меня вот такой вот бежево золотистый оттенок вырезаем много таких кружочков чем больше тем лучше но если вдруг вам не хватит можно всегда сделать еще и вот так вот покрываем их лаком для ногтей или акриловой блестящей краской вот высыхает с одной стороны можно в принципе не красить обратную сторону но я решила покрасить все и обратную сторону чтобы цвет был более плотный но даже с кружочками полупрозрачными тоже очень хорошо получается в итоге вид красивый у меня быстро сохнущий лак таким образом не особо стараюсь ровно это делать потому что перламутр как вы знаете он имеет такие вот щербинки переходы вот поэтому здесь можно вот так просто в разные стороны кисточкой закрасить делаем таких штучек много много смотрите как россия блестят чем более блестящая краска или лак тем лучше ну я в оттенках во всех оттенках перламутра вот у меня получилось 2 бутылок можно взять еще больше но я потом если что добавлю если у вас пластик плотный например бутылка плотная то вы можете сделать вот такие вот отверстия ножничками маленькими или шилом вот как я можно это сделать на весу нам нужно два отверстия в кружочке напротив друг друга ближе к краю удобнее это сделать еще на какой-нибудь подложке чтобы стол не повредить вот таким образом если пластик достаточно мягкие можно иголкой просто потом его проколоть теперь нам нужна основа для нашей люстры плафона у меня под рукой ничего нет потому что я делаю это все в два часа ночи как обычно единственное что я нашла это пластиковую тарелочку подойдет лучше для этого дела даже более большая тарелочка из картона одноразовая но можно взять и пластиковый вот как я вот таким образом подкладывая линейку я буду чертить внутри этой тарелки еще один круг меньшего диаметра вот так отметили и начертили можно от руки просто начертить если у вас ровно получится можно что-то положить внутрь круглая меньшего диаметра и обвести его нам нужно сделать вот такой вот круг внутри и еще его расширить где-то сантиметр шириной вот так вот еще добавить с внешней стороны дальше берем фломастер и через точку по центру чертим вот так вот накрест две линии но это я уже ребят изгаляюсь потому что у меня закончилась проволока потом когда вы увидите изделие готовая возможно вам придет в голову сделать это проще но у меня вот только тарелка под рукой нет проволоки поэтому показываю самый такой бюджетный вариант основы для люстра вот мы вырезали и теперь я это все еще дублирую горячим клеем потому что моя тарелочка вот это она мягкая слишком вот а мне каркас нужен плотный если у вас например картонная тарелка или две склеены тарелки в одном и плотность позволяет то вот эти вот все дополнительные манипуляции с клеем вам не нужны но если у вас такая вот тоненькая тарелочка как у меня и вам нужен каркас поплотнее тогда желательно пройтись клеем вот так вот жирно по кругу потом вот так вот соединяете внутренний круг в снеж в нем тоже клея не жалея вот таким образом будет чем-то знаете похоже на решетку на печках вот так наносим клей и даем просохнуть чтобы он не успевал стекать то немножко просох теперь я внешний круг заливают уже клеем полностью аккуратно придерживая чтобы клей не вытекал за периметр тарелки то есть по сути я просто клеем уплотняю каркас который делаю из тарелки даем остынуть и вот так делаем весь круг вот что у нас получается в итоге теперь нам нужно обрезать лишнее просто маникюрными ножничками или которыми вам удобнее удаляйте все лишнее чтобы выглядела выглядел наш каркас более аккуратно вот так уже выглядит гораздо лучше теперь еще продублирую клеем с внешней стороны хотя честно сказать уже в принципе достаточно плотный каркас получается но хочется все-таки еще немножко ему плотности и жесткости добавить поэтому и клеем дублирую снова все части и не забываю про круг внутренний хорошо что хоть пластиковая тарелочка осталась после детского праздника то так бы не знаю в два часа ночи я уже голову сломала как сделать этот каркас хорошо если у вас люстра подходящая еще для таких дел тогда можно без этого обойтись ну мне надо выдумывать так теперь нам в середине нужно сделать отверстие для патрона для этого я возьму вот такую свечку она у меня как раз по диаметру подходит отмечаю круг в середине нужного мне размера вот сюда будет вставляться патрон поэтому нам нужно сделать отверстие и вот таким вот образом еще буду убирать лишние кусочки тарелки чтобы вот этот каркас выглядел более изящно более ажурно вырезаем все лишнее ножницами вот что получается я залила тоже это клей он достаточно гибкий при этом прочный декор у нас легкий поэтому не страшно ему ничего будет и крашу тем же лаком покрываю наш каркас вот что получается в итоге сюда будет вставляться патрон можно его направить вверх или вниз теперь нам нужно вот такие вот нити свисающие с нашими имитирующими жемчуг кружочками для этого я беру леску и иголку вот я могла бы в принципе дырочки эти не делать шилом если вы например хотите плотную какую-то красивую блестящую веревочку тогда вам как раз эти дырочки шилом пригодится сделать если вы используете леску или тонкую нитку которую тоже принципе можно использовать светлого цвета тогда можно дырочки не делать предварительно потом просто иголкой прокалывайте кружочки все пластик хорошо поддается прокалыванию делайте вот такой вот из нитей свисающую штучку и прикладывайте смотрите по длине как вам нравится на внутреннем кругу должны быть более длинные вот эти вот нити а на внешнем кругу более короткие не забывайте оставлять часть нитей или ну что вы там используете как я леску или ниточку один край мы фиксируем можно это сделать вот таким образом просто несколько стежочков делайте иглой и затягивайте узелком чтобы точно ничего никуда не не слезла так буквально там прихватили несколько раз для надежности и лишнее обрезали вот смотрите то есть вы привязываете разной длины можно можно одной длины можно несколько маленьких и вниз большие главное чтобы во внутреннем круге были длинные вот эти штучки а на внешних были более короткие вот смотрите что получается в итоге если этот плафон сделать более объемным то будет еще лучше у меня такая вот демо версия то есть всего два круга но тоже вполне очень даже эффектно выглядит а можно сделать вообще вот такой вот роскошный декор своими руками если чуть чуть больше постараться